Всем добрый вечер. Четверг, 9 часов, с вами Искусство Возможного и я, ее ведущий Сергей Ильин. И сегодня у нас в гостях арт-куратор, директор музея Пермь Марат Гельман. Марат, добрый вечер. Тема сегодняшней передачи – политика, искусство и регионы. Для начала, ну, наверное, имеет смысл начать с первого слова, а именно с политики. В 90-е и в начале нулевых наш сегодняшний гость, наряду с увлечением современным искусством, был одним из самых известных в России политтехнологов. Выборы столичного мэра, это где-то, 99-й год, работа на СПС, чуть позже события на Украине, выборы 2004 года. Я ничего не путаю, Марат? Ну, так вроде звучит нормально. Звучит красиво. И вот после этого один из самых известных, один из самых креативных политтехнологов полностью уходит из политики, уходит в сферу искусства. Масштабная выставка «Россия-2» 2005 года, зима 2005 года в ЦДХ. Я правильно понимаю, что каких-то возвращений в сторону политики за эти годы так и не произошло? Ну, нет, скорее политика пришла в искусство. Она приходит ко всем в последнее время, говорят. Да, да, поэтому была даже такая как бы вот шутка, что как только мы ушли из политики в искусство, то и политика превратилась в искусство. Дело в том, что, ну вот как мне кажется, что с того момента, как построена вот эта вертикаль нашей власти, и когда у нас есть только один творческий политик Путин, а все остальные политики из пространства поступка перешли в пространство жестов. Минутку, а Владислав Юрьевич, он не был творческим политиком, например? Ну, это все-таки обслуживающий персонал. Он никогда не выступал. Как и всем, и с другой стороны. Вот, он не выступал в качестве, да. То есть можно подносить патроны, как бы. Вот, но я просто хочу сказать, что действительно вот так получилось, что вот те, кто моего возраста или постарше помнят, что там до перестройки театр был такой очень политичной сферой. Во время перестройки рок-музыка, да, была очень политичной сферой. Потом, значит, когда начали печатать запрещенные до этого романы, литература стала очень политичной сферой. Ну, вот сейчас добралось до современного искусства. Ну, современное искусство, мы к этому еще вернемся, но, по-моему, это всегда был жанр крайне околополитический. Нет, почему? Вот где-то в конец 80-х, начало 90-х художники избегали любой вообще социальности, потому что она четко ассоциировалась вот с советским госзаказом, да, с этой, как бы, что, значит, ты работаешь на политику. То есть было вообще неприлично иметь отношение не только к политике, но даже к какому-то, ну, к какому-то такому социальному содержанию. Но уже конец 80-х, начало 90-х, сколько я помню, это Бреннер, который вызывает... Нет, Бреннер, это уже 94-й год, это уже, как бы, вот переход в новое качество, когда вот этот московский акционизм, который, собственно... Да-да, я вот говорил о московском акционизме, вот это выкладывание, известно, слово на Красной площади, телами. Да, Смоловский, да. Это уже как раз вот новое поколение, которое, значит, безусловно, чувствовало себя как бы такими политиками, настоящими, истинными политиками. Вот, но в целом, в целом, все-таки, современное искусство тогда никого не интересовало. Ты мог выкладывать любые слова, мог переползать через, там, садовое кольцо, но это было интересно, там, 300-500 человек, которые увлекаются искусством. Я часто, вот сейчас часто, значит, говорю, что, в принципе, там, Бреннер тот же, он делал, ну, примерно то же самое, что сделали Пусирает. Об этом просто никто не знает. Он был на лобном месте, так же, как и они, и вызывал Ельцина на бой. И когда была Вторая Чеченская война, он ворвался в Елоховскую церковь, изображал себя бесноватого, снимал с себя одежды, кричал «Чечня, Чечня!». Ну, его вывели, просто, там, штраф 500 рублей дали, и об этом никто не знает. Ну, как, с другой стороны, почти в те же времена Вторая Чеченская история Аганяна, которая, Тераганяна, которая, насколько я понимаю, закончилась... Это позже. Ну, не намного позже, сама рубка иконы. Да, это позже. В конце 90-х годов? Да, это позже, но это не было, то есть это было внутри художественного пространства, это был просто, как бы, такой неудачный, с моей точки зрения, жест. Вот, и это не было политично, ведь никто особо Тераганяна... То есть, условно говоря, тогда не было ситуации, как сейчас, там, когда обсуждались несправедливые суды. То есть, Тераганян сбежал, на самом деле, не от судов, а он боялся просто... Расправы. Расправы, да, да, поэтому... А что, собственно говоря, с тех пор нравы православных не ужесточились, как принято считать, а, наоборот, смягчились? Любопытный вопрос. То есть, ты сегодняшний Тераганин бы сбежал, или именно от этого? Не опасаясь, допустим, судебного преследования? Ну, я что хочу сказать, что, во-первых, действительно, в этом смысле все гораздо лучше, потому что у нас есть опыт. Вообще, надо сказать, что, там, ну, вот, было... Ну, сколько попыток, я уже не знаю, не помню, а так было 8 судебных, ну, всяких ситуаций у меня, например, с разными людьми. То есть, и это очень хорошо. Это за последнее время или за болезненность? Нет, это за, ну, за 10 лет, за 12 лет. Ага. Ну, то есть уже когда закончились 90? Да, да, это с 2002 года, когда я вот... Значит, я хочу сказать, что это на самом деле хорошо, что человек, который там, неважно, он может быть, там, невежественный, он может быть абсолютно неправ, но он все-таки идет там куда-то в суд, да, там, или идет куда-то. Так что это, надо сказать, что и те люди, которые вроде бы агрессию какую-то вызывают, да, там, вот, пикеты эти, казачьи бунты, значит... Они ее не вызывают, вызывают Марата Александровича Гильмана. Я хочу сказать, что они все-таки тоже декоративные. А вот это можно уточнить? Ну, вот то, что было в Краснодаре, я вот прошел же через них. Там была такая ситуация, я буквально за 4 часа до этого встречался с художниками, они мне жаловались, что у них там местная администрация, там, условно говоря, в картинах, если есть обнаженка, там, заклеивают, там, обнаженку черным скотчем, снимают работы. Я говорю, ну, вы же художник. Художник, конечно, не только ремесло, это еще и какая-то позиция. Ну, значит, у кого-то сняли работу, все остальные тоже должны снять работы. Ну, то есть мужество какое-то проявлять. И, значит, буквально через 4 часа это открытие, и там, значит, вот эти беснущиеся, значит, протестующие, значит, которых накрутили. Ну, и так как я вот 4 часа тому назад объяснил художникам, что надо быть мужественным. То есть мужествовать самому и даже претерпевать, сколько я говорю. Вот, и я прошел через этот, значит, строй, и при этом надо сказать, что милиция им не мешала. Хотя это было все не сакционировано. Это может быть как раз не удивило. Вот, но все-таки ничего не произошло со мной. То есть была чисто внешняя какая-то агрессия, но все-таки, то есть, у меня не было ощущения, что там какая-то опасность жизни, там, и так далее, и так далее. Я полагаю излишним напоминать, ты это наверняка знаешь, что есть популярная точка зрения, что казаков этих вот декоративных нанял лично Гельман, вот, антисемитские лозунги в Перми написал лично Гельман, и так далее. Вот, я думаю, что обычно ведущий или стесняется задать этот вопрос, или задает его в настолько грубой и неприятной форме, что на него не хочется отвечать. Я его сдаю в приятной. Марат Александрович, рисовали ли вы антисемитские лозунги, нанимали ли вы казаков, и так далее? Можно ответить нет, можно ответить более подробно. Нет, конечно, нет. Дело в том, что, в принципе, сейчас вообще есть такая ситуация, да, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И, конечно, вот эти люди, которые протестуют, да, особенно вот сейчас в Петербурге с выставкой Айконс, они добиваются прямо противоположного результата. Нет, тоже физически это понятное дело, любой пиар хорош, кроме некролога. Да, я имею в виду, что вот они выступают против, а в результате получается, что они, в общем-то, обеспечивают выставке огромное внимание. И из этого, значит, люди начинают строить свои космологические теории. Значит, ну, могу, значит, уверить, что у меня нету этих своих казаков, я не занимаюсь. То есть я давно, наверное, самый известный там из кураторов, когда-то галеристов. То есть у меня есть своя какая-то достаточно широкая как бы аудитория, и я высказываюсь внутри выставок. То есть все те высказывания, в том числе острые, которые мне хочется сделать, иногда провокативные, да, там, когда мы работаем с синими носами, сейчас какими-то художниками, они находятся внутри вот этого художественного пространства. И я, собственно говоря, всем своим коллегам всегда говорил, что вот есть художественное пространство, в нем мы свободны. Если посягают на нашу свободу внутри этого художественного пространства, надо, значит, жестко, значит, давать отпор. Но есть там профанное пространство, улица, и уже когда мы делаем там, допустим, в Перми паблик-арт проекты, мы уже там не делаем столь острых проектов, потому что там ты не повесишь табличку, там, детям до 16. Отдельная тема регионов, к которой мы еще вернемся, я прошу прощения, мы потихонечку начинаем уходить на перерыв. Я хочу заодно закинуть тот момент, что, по-видимому, все-таки обсуждать мы это будем уже после перерыва, что Пуссирайт это был именно выход за пределы собственного культурного пространства, этим, я думаю, наш гость спорить не будет. А я напомню тем временем, что у нас в гостях сегодня арт-куратор, директор музея Пермь Марат Гельман, телефон в студию 8495-6510-99-6. Мы с вами услышимся буквально через минуту-полторы. Это программа «Искусство возможного», и я ее ведущий Сергей Ильин. И еще раз добрый вечер «Искусство возможного». Сергей Ильин в гостях у нас Марат Гельман, телефон в студии 8495-6510-99-6. И мы говорим о том, что есть некоторое культурное пространство, в которое должен жить современный художник, и вроде как не должен выходить за его пределы. Я тут же привожу пример Пуссирайт. — Ну, я не говорил, что не должен. Он должен просто вести себя по-другому в других пространствах. — А как? Осторожнее, понимая угрозы, или наоборот? — Ну, вот я еще раз говорю, что ты понимаешь, что, например, когда делается стрит-арт или паблик-арт проекты, то есть в профанном, ну, в нейтральном пространстве, ты не можешь обозначить это табличкой, там, детям до 18, или осторожно, ваши чувства могут быть оскорблены. То есть, условно говоря, эту табличку не увидят, а увидят сам предмет. Поэтому, естественно, ты там работаешь по-другому. Ты соотносишь, ну, пространство и жест, поступок и жест. То есть, твой поступок, или если это проступок, да, должен быть гораздо меньше, чем тот художественный жест, который делаешь. Я обычно, вот, из того, что всем известно, привожу, как бы, пример вот, удачной и неудачной акции группы «Война». То есть, когда они нарисовали всем известную часть мужского тела, значит, на мосту... — В литейном мост. — В литейном мосту. Это было красиво. Это тоже был проступок. То есть, они там... — Я не люблю творчество группы «Война», но вынужден признать, что это действительно удачное художественное решение. Потому что мы увидели заново архитектуру, потому что это было пропорционально. Этот поднявшийся мост, он был пропорционален вот этим домам. То есть, это очень красиво было. И тот проступок, который они совершили, они получили за него, кстати, наказание, и нормально. Когда эта же группа, там, например, сжигала машину полицейских... — Это плохо и неинтересно. — Это проступок большой, а жест непонятный. То есть, вот это вот грань. Ну и есть третья ситуация, когда ты попадаешь в пространство, которое имеет свой, условно говоря, свой уклад. Там, в музее не надо плеваться, значит... — И не заниматься рядом других вещей в музее, в том числе в биологическом. — Да, да. Ну, я про что хочу сказать, что вот это вот я, значит, всем, значит, внутри среды, вне среды, все время объясняю, что если внутри художественного пространства художник делает радикальный жест, пусть это даже, условно говоря, художник-атеист, он может там делать выставку, бога нет, там, все что угодно. — Вот. Это его дело. Это зеркальный мир. Этот мир не является миром поступков, этот мир является миром, как бы, жестов. Вот. И, безусловно, вот когда там, например, кто-то врывается на выставку и громит выставку, ему кажется, что он, значит, делает какое-то благое дело, значит, это на самом деле не так. — Но твои оппоненты при этом считают, что это, в общем-то, тоже своего рода хэппенинг. Грубо говоря, одни ворвались в храм и сплясали, а другие ворвались в художественный музей. — Ты знаешь, в художественной среде тоже есть такая, значит, многие считают, что когда пусть райс ворвались в храм, это некий ответ на то, как вот эти православные активисты врывались и уничтожали выставку. — Ну, тут вопрос курицы и яйца, наверное. — Не, ну почему курицы и яйца? Здесь медицинские факты, это можно очень по датам очень легко доказать, в отличие от курицы и яйца. — Пусть райс ворвались бы попросили прогнать известно кого, а вовсе не православных активистов. — Вот. Нет, я сейчас не говорю, что я тоже, вот до того, как девушек посадили, я тоже говорил, что если вы хотите... — Я очень внимательно следил за эволюциями Марата Гельмана по этому поводу. — Значит, до того, как их посадили, я им говорил, что если вы там возмущены поведением Кирилла, то, значит, перед его домом сделайте эту акцию. То есть, и что... То есть, я бы, конечно, предпочел, чтобы этой акции не было. Это была моя позиция. Просто то, что произошло дальше, оно сильно поменяло мою позицию. — Ну, понятно. То есть, грубо говоря, коль скоро суд не очень скорый, но достаточно неправый, уж больно суровый, позиция поменялась. — Не только это. Ты знаешь, я увидел, что они своей акцией сделали видимыми очень важные вещи, которые до этого я, по крайней мере, не обращал внимания. Например, вот действительно после этого неправого суда мне начали приносить еще более неправые суды и говорить, а почему вы здесь возмущаетесь, а там нет. То есть, я раньше не видел, а сейчас очень остро болезненно отношусь ко всем вот этим несправедливостям нашего суда. То есть, весь мир, и мы в том числе увидели, как работает вся судебная машина. То есть, это началось с того, что он несправедлив к ним, а потом выяснилось, что он несправедлив к большому количеству людей. — Но дело в том, что, я прошу прощения, это одна из наиболее известных претензий по всему миру в России и в Советском Союзе, к примеру, к правозащите. Что же вы защищаете, когда неправедно сажают ваших, и молчите, когда происходит все с другой стороны? Я помню, Галиб Олегович Павловский еще в своем прежнем изводе говорил, а что вы так все... Ну да, конечно, Бахмину нужно выпустить, но кроме-то нужно выпустить еще там 10 или там 100 тысяч беременных женщин. Я просто хочу сказать, да, абсолютно точно, но, по крайней мере, они, как бы, после этого стало видно, каждый случай несправедливого суда стал, как бы, выпирать. — А раньше не выпирал? — Ну вот, так получается... — Или в глазах Марата Гильевна? — В глазах художественной среды. — А. — Знаешь, художественная среда вот сохраняла такую, ну, индифферентность к этой ситуации. — Ну, не все, наверное, или война уж больно сильно выпирала своей политизированностью. — Вот, второе, значит, что очень важно для меня, это то, что я вдруг увидел, что есть, как бы, два таких, достаточно крупных таких социальных кластера. Это люди верующие и люди, как бы, воцерковленные, что это иногда разное. — Разное. — И я увидел людей, которые там... — Нет, минуточку, давайте определимся. Ты имеешь, грубо говоря, мракобесов и верующих людей? — Нет, верующие и религиозные. Вот для многих людей... Нет, я сейчас даже без отрицательных... — Какой из терминов с отрицательной коннотацией, или как раз-таки никакой? — Нет, посмотри, я хочу... То есть отрицательная проявилась, конечно, но я хочу сказать, что это очень важно, что для многих религия — это не следование, там, учению Христа, а это традиция. — Ну, любая религия практически, любая, кроме какого-нибудь макаронного монстра, это все-таки именно традиция и каноны. — Ну, почему? Для кого-то... Я, например, как бы читаю Евангелие, я пытаюсь выстроить для себя, то есть для меня, там, моя религиозность, по крайней мере, моя вера, да, это ответ на какие-то наборы вопросов моей веры. — Это вопрос веры. Но для кого-то это почти как государство. То есть для кого-то он готов идти против Христа, но лишь бы, там, условно говоря, он готов убивать тех, кто сказал что-то, что Бога нет. — Идти против Христа и убивать врагов Божьих, которые... — Врагов Церкви, врагов Церкви. — И врагов Церкви, да. — Вот, врагов Церкви. То есть как бы это два разных кластера, и мне кажется, что... То есть, во-первых, почему я сказал, что не надо отрицательных коннотаций, потому что я прекрасно понимаю, что есть традиционалисты. Это люди, которые готовы защищать максимальным образом традицию, и они просто, ну, условно говоря, в данный момент радикализированы. — Нет, я бы сказал по-другому, что традиционалисты есть более радикальные и менее радикальные. Одни тихо, но скрипя зубами, молятся за несчастного Гельмана и его вразумление, а другие точат топоры, условно говоря, чтобы это у Гельмана, так сказать, унять свои способности. — По-другому. Одни, значит, действительно, там, условно говоря, делают исследования, создают музеи. Вот пример такой, значит, когда я, значит, в Краснодаре когда был, значит, я видел нагайки в музее казачества и видел нагайки на стене у одного казака. Когда я видел это в музее казачества, мне это было очень интересно, да, то есть я изучаю быт людей, которые жили вот на этой территории, там, столько-то лет назад и так далее, и так далее. Когда человек мне говорит, что это не декоративные элементы, а что вот это большая для жены, а вот это поменьше для сына, вот, то это тоже традиционализм, понимаешь? Ну, такой уже, то есть, когда традиционалисты, которые предлагают вместо будущего прошлое. Я хочу сказать, что, в принципе, в обществе, если бы оно не было радикализировано, то есть обострено, было бы неплохо, чтобы были традиционалисты и были модернисты. — Ну, я хочу сказать следующее, что традиционалист, повторюсь, может молиться о вразумлении кого-то относительно нечестиво, то есть, так сказать, обвинять не грешника, а грех. Он может молиться о вразумлении, а может действительно попытаться вразумить на гайкой. Но тут я хочу чуть-чуть сменить тему, если позволишь. Дело в том, что мы, вот у нас заявлена передача «Политика, искусство и регионы», вот, про политику мы поговорили, про искусство тоже поговорили, как бы обозначили. А регионы мы вроде как обсуждаем, но не произносим это вслух, и поэтому я хочу задать вот какой вопрос. Есть две точки зрения, две модели, каждая из которых по-своему иллюзорна. Первая точка зрения, при этом обе достаточно известны. Первая точка зрения, вот есть темные люди в провинции, темные консерваторы, я даже не знаю, что такое слово консерватор, бьют же он на гайками и так далее. Тут приходит на белом коне Гельман и начинает их просвещать, а они подлецы еще возмущаются и плюются. Это первая модель. Вторая модель, диаметрально противоположная, как нетрудно догадаться. Глубочайшая духовность, великолепные традиции, тут приезжает мерзкий Гельман, и как же его того ни на гайкой, ни плюнуть. Где истина? Где-то посередине или истины в данном случае нет вообще? Понятное дело, что те крайние точки, которые вы показали, обе абсурдны. Мне кажется так, что проблема с регионами сейчас вообще не в этой плоскости. То есть у нас 300 лет, в принципе, из регионов вытаскивали все. То есть сверхцентрализация. Ну а сейчас? Да, и сейчас продолжают. Посмотрите, даже вот я указывал Медведеву в свое время. Я говорю, вы посмотрите, у вас президентская программа, вот эта программа «Золотая тысяча». Если вот посмотреть, что это такое, это значит найти в регионах лучших и дать им места в Москве рабочие. То есть на месте даже лучшим и дать ничего не можно. Вы правильно понимаете? Ну, просто ищут. То есть специальная программа, чтобы, не дай бог, какие-то талантливые люди не зацепились. Не зацепились за регионы. Не остались, да. То же самое. То есть людям лучше, а регионы обезжириваются уже окончательно. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а вот со времен Петра. То же самое касается ресурсов, денег. Да, разумеется. Я же помню, когда мы беседовали полтора года назад, мы очень много говорили о децентрализации. У меня тут написано вопрос, что хоть что-то за это время сдвинулось. Тут выясняется, что это обсуждалось не только со мной, но и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Результат обсуждений был настолько же эффективен, как со мной, если я правильно понимаю. Ну, он, значит, отправил меня к Козаку. Козак занимался комиссией по децентрализации. А она, кстати, еще работает? Интересный вопрос. Ну, я думаю, что она не расформирована. Ага. Вопрос работает или нет, просто неправильно сформулирован. Да, она не расформирована. Дело в том, что, может быть, и неплохо, что не работает, потому что там была ложная логика. А именно. То есть, что децентрализация — это передача из центра в регионы чего-то. Полномочия. Но регионы не одинаковые. Естественно. Поэтому моя философия была в том, что децентрализация — это создание многих центров, каждый из которых уникален. Ты сначала, если ты хочешь построить сеть вместо вертикали, ты должен сначала... Сдать архитекторам этой сети? Точек. Сначала выстроить эти точки, между которыми ты формируешь эту сеть. Поэтому, ну, с другой стороны, я хочу сказать, что все-таки, так как руководители этих регионов вынуждены удерживать население, а население, ну, очень хочет уезжать, да? Да, в Москву. В Москву, в Рим, не важно. Ну, Рим — это... Ну, я имею в виду, куда угодно. Понимаю. Только отсюда. Хоть тушкой хоть чуть-чуть. Но все-таки этот процесс пошел. То есть, в принципе, вот то, по крайней мере, та активность, которую я ощущаю вот через культурный альянс, запросы именно от местной власти, а чаще всего от муниципальной власти. Именно от муниципальной? Потому что раньше речь шла вроде как о регионах. Ну, дело в том, что раньше, когда этот проект так или иначе был связан с властью, с Медведевым, то это шло по линии, по линии как бы губернаторской, именно как бы сверху вниз. Это... А не наоборот? Просто было ощущение, что сотрудничество Гельмана с Черкуном — это все-таки именно в каком-то смысле инициатива снизу. Нет, это уникальная конкретная инициатива снизу. Но с остальными всеми, то есть, условно говоря, идея, опыт Перми распространить на другие регионы, эта идея шла от, значит, вот этого большого правительства Медведева. Минуточку, но тогда же не было большого правительства, я помню, еще не было. Нет, идея распространять от Перми дальше. Вот. А потом, сейчас это прекратилось, я, в общем-то, перестал сотрудничать с как бы федеральными структурами. И сейчас это работает на совсем другое. То есть, проявляют инициативы какие-то муниципалитеты, которые пытаются принять программы, чтобы люди остались дома. Дело в том, что мы делали исследования из трех человек, которые хотят уехать из родного города. Это два человека хотят уехать за более интересной жизнью, и только один за реализацией каких-то своих талантов, проектов и так далее, и так далее. То есть, двух можно, как минимум двух из трех можно легко удержать, ну, создав у себя в городе интересную жизнь. Так, я сейчас задам, казалось бы, сделать шутейное заявление, а потом задам серьезный вопрос, подсказанному только что. Во-первых, господа, если кто не заметил, я напоминаю, что мы беседуем в искусстве возможного с Маратом Гельманом. Телефон в студию 8495-6510-996. Так вот, если кто не заметил, только что Марат Александрович Гельман в прямом эфире признался нам, что идея распространения нелюбимого многим, ну, о ком-то любимого, пермского опыта на другие регионы Российской Федерации, это вроде как чуть ли не лично Медведев. Я хочу на это обратить внимание, просто чтобы вы слышали, у нас тоже бывают интересные эксклюзивы. А теперь более серьезный вопрос, был сказан, но после этого перестали сотрудничать с федеральной властью. Почему? Ну, ты знаешь, после того, как посадили девочки с Пуссираец, в принципе, стало невозможно работать. То есть, со всеми поправками на то, что понятно, что в любом случае работали не с территориальными структурами Следственного комитета? Нет. Ну, вот я хочу так сказать, что вот я в художественной среде, я такой коллаборационист, то есть я человек, который достаточно... Готов сотрудничать там, где не сотрудничают другие. Да, я много сотрудничать, когда мне говорили, что это плохо, что это... Я говорю, знаешь, когда скользко на дороге, одни не ездят, потому что скользко и опасно, а другие осторожно ездят. Я считал, что я умею отстаивать отношения художественной среды в общении с властью. Но вот после этого случился такой момент, когда это уже невозможно объяснить. И для меня мои отношения внутри художественной среды важнее, чем мои отношения внутри, условно говоря, нашей власти. То есть для меня тот факт, что я могу нормально, не стесняясь, спокойно разговаривать с художниками, важнее, чем тот факт, что я там, значит, могу там что-то получить от власти. Поэтому это стало просто невозможно, и я это им сразу же сказал, я вышел из большого... Я прекратил все свои отношения с тем, что имеет хоть какое-то политическое отношение с властью. Оставил за собой чисто профессиональные какие-то там директор музея, вот выставочная программа, руководитель фестиваля. Мы к этому вернемся, если можно. Сейчас у нас звонок в студию, Роман хочет задать вопросы, как я понимаю, нашему гостю. Олег Роман, добрый вечер, вы нас слышите? Добрый вечер. Вопрос к Гельману. Да, пожалуйста. А почему вы дотягиваете начало процесса высосывания активных и талантливых людей из регионов началом петровских реформ? А когда? Ну, я понимаю, я сейчас не... Я отвечу сейчас. Да, я скажу, что процесс централизации, начали стягиваться ресурсы. В начале это были ресурсы вполне себе материальные, ну а дальше с советского времени началось высосывание ресурсов, в том числе и человеческих. Как бы последние ресурсы, которые у нас были. То есть, в принципе, процесс централизации или даже сверхцентрализации России, мне кажется, начался с Петра, когда вся страна работала там на флот, вся страна работала на строительство Петербурга. То есть, и этот процесс, может быть, он даже в какой-то момент был логичен и нужен, но он, как у нас это бывает, он застыл. Я, вот, например, когда Путин ввел... Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А, Роман уже отключился, если я правильно понял. Да. Например, вот ситуация с полпредами. Ведь когда Путин ввел полпредов, никто особо против не был, да? Нужно было там восстанавливать какую-то управляемость. Губеры уж больно восстали, нужно было их каким-то образом урезонивать, насколько я помню. Это же именно Бунг, губернатор в конце прошлого года. Вот, ну, и я, эта метафора такая, что да, ну, страна неуправляемая, там, как перебитая рука, надо наложить гипс. Да. Потом отменили выбранность губернаторов, успокоилась вся эта ситуация. По идее, надо снимать этот гипс, потому что рука неэффективна внутри этого. То есть, кость как-то... В 90-е же сняли гипс, и кости уже начали гнуться, ломаться и истончаться. Нет, я сейчас говорю про... да, пропуску ситуацию. А взяли гипс и не сняли, потому что гипс этот из людей, которые уже обзавелись, то есть так удобно. Вот, и у нас вот так получается, что, может быть, тогда, когда вот начиналась эта наша централизация, может быть, тогда это и нужно было какая-то. Вот. Смотря, откуда мы считаем. Нужно ли было или нет, чтобы в Москву собственным ходом, а также на телеге приехал Михаил Васильевич Ломоносов? Это же тоже централизация, по большому счету. Сейчас я объясню. Вот, что касается людей. Дело в том, что люди все равно стремятся в центр. Центростремительные силы? Да, значит, соответственно, грамотная государственная политика заучалась бы в том, чтобы хотя бы этот процесс был обоюдный. Ну, так известно же, что инновации распространяются из центра на периферию. Это азы теории системы, это знают все, по-моему, в школе сейчас проходит. Вот это оно и есть, по большому счету, тот самый фидбэк обратный эффект? Ну, вот, я могу сказать какие-то простые вещи очень. Хорошо. Без теорий. Ну, вот, например, в Германии молодой, талантливый, там, куратор, искусствовед, блестящий, он никогда не станет директором музея в столице, пока он не поработает директором музея в провинции. Что это означает? Вот, поехав в эту провинцию, понимая, из собственных, его не интересует развитие страны, его интересует собственная карьера, но, поехав туда, в этот небольшой город, в музей, первое, что он делает, он привозит туда интересное искусство из столицы, второе, он вглядывается в местную художественную ситуацию и привозит в столицу то, что он там нашел. То есть, получается, вот этот процесс, как бы, взаимный, то есть, получается, что, ну, понятно, что, то есть, вот, таким образом происходит вот эта сеть, вот эта децентрализация. Вот, у нас, как бы, не нужны какие-то специальные механизмы для того, чтобы, ну, людям иногда из их личных, меркантильных иногда побуждений, хотелось бы, там, талантливым и так далее, и так далее, поехать куда-то в регион. Нас трое в чего, нас все, я просто фиксирую, что в Перми все-таки, как бы, мы достаточно большой проект запустили, значит, и нас туда приехало три человека. Но уже через год их было не три, то есть, вот тут уже удалось как раз, Марат Гельман высосывает соки не только из России, но еще из Москвы, я прекрасно помню, крайне ярких личных, художественных, публицистических, поэтических и так далее, которых удалось перетащить. Я хочу сказать очень важную вещь. Вот ты говорил о том, что по-разному относятся. Значит, в мае месяце поменяли губернатора. Да, это один из вопросов, который хотел задать, потому что все говорили, что ну все, теперь Гельман увил, и теперь его, вернее, надо пасать на штыки, метлой выгонят из города. Как я погляжу, по выходу вроде нет. А вот что вообще происходило? А происходило, когда, обо всем можно говорить, значит, когда пришел новый губернатор, он там, Единой России в ЗАГСобрании, там, публично пообещал, что он уберет весь этот паблик-арт, что надо заниматься сельским хозяйством, а не искусством, что все это очень сомнительно и так далее, и так далее. То есть, были люди рядом с ним, которые его таким образом настроили, и это было его какое-то... Ему не дали. Кто? Местная общественность. То есть, собралась местная общественность, сказала, нет-нет, это наше, мы больше не хотим, мы приезжаем во весь мир, нас знают, мы хотим, чтобы это осталось. Просто, там, Гельман с нами не советовался, а теперь надо, чтобы с нами советовались. То есть, местная общественность, это, условно говоря, тот же Алексей Иванов? Они, практически все те, кто выступали против, их собрали, там был такой коллективный, 56 человек. Нет, я прекрасно помню эту антигельмановскую коалицию. И они все это заявили. Дальше. Проходит некоторое время, я не встречаюсь с губернатором, он не встречается со мной. В ноябре принимается бюджет края, в котором, значит, решено было как-то подрихтовать, значит, бюджет фестиваля «Белые ночи», который 1 июня будет, бюджет музея моего, значит, который я возглавляю, и, значит, паблик-арт-программы. И вдруг, ты знаешь, мне когда дали стенограмму этой рабочей группы, ЗАГС Собрания, я чуть не плакал. Депутаты, которые раньше, ну, они просто боролись с Чиркуновым и параллельно боролись. Они вдруг говорят, ни в коем случае нельзя делать, зачем мы будем строить садики, ведь наши молодые люди встречаются и знакомятся в музее. А не в садиках. Ну, для того, чтобы потом, значит, жениться и рожать, да. То есть полностью была сохранена вся финансовая структура вот этого культурного проекта. Все равно оставалась опасность некой профанации, да, потому что можно в искусстве, там, плохое от хорошего с точки зрения бюджета ничем не отличается. Да, разумеется. Вот, и я, значит, как-то это наблюдал, и вот этому новое правительство, которое Басаргин сформировал, они, в общем-то, пригласили практически, ну, через вот как только был назначен вот этот новый премьер и, значит, вице-премьер, который занимается культурой, они меня пригласили, я выставил свои какие-то условия, они их приняли, и мы вот уже полтора месяца фактически готовим фестиваль «Белую ночь» в Перми, который пройдет в июне. Такое масштабное на целый месяц событие, которое, в общем-то, как бы, главное событие будет, как бы, которым будет жить край целый месяц. То есть, я что хочу сказать, очень важно, за это время, хотя было потеряно, и мне жалко, честно говоря, иногда потерянного времени, пока наблюдали, как это все происходит, но, может быть, оказалось сверхважно. Этот проект перестал быть Гельмановским и Черкуновским, он стал пермским. Так, а тогда у меня встречный вопрос. Вот мы говорим, что вроде как нет человеческого фактора, он стал пермским. Противоположный пример. Тверская область. Убрали Зеленина, проект свернулся. Ну, не успели. Это человеческий фактор или это именно то, что общественность не среагировала, потому что не на что еще было толком реагировать? Абсолютно правильно. То есть, не на что было реагировать, потому что все-таки три с половиной года в Перми мы работали, и оно начало приносить плоды. То есть, это плоды можно вот раз, два, три, четыре, пять. В Твери фактически мы работали четыре месяца, из них только два было подготовительных, то есть, фактически два месяца. То есть, общественность и местные, условно, Алексей Иванов, я говорю совершенно без негативных канадцев, еще не ощутили на собственной шкуре пользу от Гельмановщины, скажем так. Ну, да, да. Я думаю, что, ну, то есть, есть, вот здесь очень важный момент, что какое-то время должно прийти то, что новое, оно все-таки всегда в начале в штыки. То есть, какие бы, но вот это в начале, есть возможность, чтобы это в начале было полгода, есть в начале, чтобы три года, например, там, понятно, что в Пермском проекте были ошибки, мои, личные. Ошибки бывают всегда. Вот. И понятно, что, допустим, уже, допустим, в Твери, я думаю, что через год можно было бы добиться ситуации, когда общественность признавала этот проект значимым для себя. Но этого года не было. Было вот два месяца. То, что получилось. Возвращаемся к теме человеческого фактора. А вот, с одной стороны, мы имеем Перм, где был благожелательно настроенный Черкунов, потом было много времени, потом благодарная общественность, а потом и Басаргин тоже отреагировал адекватно. Второй пример — это Тверь. Доброжелательный Зеленин, но, к сожалению, за его время его правления ничего толком сделать не удалось, так, чтобы это давало выхлоп, соответственно, на выходе получилось не очень хорошо. Но оба случая начинаются с того, что есть регион, руководство которого готово благожелательно внимать. Правильно ли я понимаю, что это необходимое, хотя, может быть, и недостаточное условие, то есть входить в регион, где власти настроены изначально негативно на нулях, это будет воспринято как рейдерство и, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Или же нет? Ну, нет, я как раз не исключаю такой стратегии. Просто мне, так как у меня сейчас достаточно культурный альянс 11 городов, и я, собственно говоря, у меня, значит, вот для того, чтобы проект получился, нужно три составляющие. Желание, то есть понимание и умение. Значит, вот умение, как бы технология, вот то, что ты говоришь против, чтобы было без желания. Можно, но это должен быть другой человек, молодой, для которого это ставка. Нет, нет, мы обсуждаем стратегию Гельман. Нам не нужен условный Навальный, который собирается бежать и рубить шашку. Я хочу узнать, как работает человек, который уже показал, что он это умеет делать. Да, для меня важным является желание, которое предъявляет муниципальная, лучше муниципальная даже, чем региональная власть. Понимаю, понимаю. А чего же? Дальше я делюсь пониманием со всеми. То есть у нас есть специальная программа культурного альянса, мы объясняем, и уже многие понимают. И дальше они, как умеют, реализуют. Где-то, в очень каких-то редких случаях, я готов делиться умением. Но умением делиться, это уже значит все, непосредственно тратить время. А иначе что-то типа франшизы, или слово франшиза тут совсем неуместно? Ну, мы создаем не корпорацию, а ситуацию. Я понимаю, разумеется. То есть мы делимся пониманием, и мы наделяем, у нас в каждом регионе есть какой-то наш представитель, который, собственно говоря, абсолютно самостоятельный человек, имеет свои, иногда это директор музея, иногда это независимый продюсер, вот, которому мы помогаем, и который является нашим представителем в регионе. Но вот именно, что мы создаем ситуацию, мы не выстраиваем какой-то, как ты говоришь, франшизы, то есть организационные, мы даже не создали консалтинговой компании, хотя это было бы логично. Вот, мы просто, ну, несем этот, как бы, несем это знание любому, у кого есть желание. Если есть желание, вот сейчас я, например, там вернулся три недели назад из Алматы, значит, мэрия Алматы очень хочет повторить, значит, опыт. Вот, пожалуйста, я прочитал там лекцию, мы там обсудили, нашли человека, там, Игорь Слуцкий, замечательный парень, продюсер фестиваля местного, который, собственно говоря, он будет из меня вытаскивать информацию, умения, связи и так далее, и так далее, но он будет местным, как бы, создателем этой структуры. Так что, нет, я сейчас бороться просто, ну, как бы, мне жалко, честно говоря. И сотрудничать не хочу, ну, вернее, с муниципалитетом, может, с федералами нет, но и бороться тоже неохотно. Ну, борьба для любителей бороться. Есть люди, которые умеют бороться в том числе, как я понимаю, но это не то, что нужно. Потому что, вот, еще 15 лет тому назад, может быть, мне это даже было бы очень интересно. Вспомни Лужкова. Лужкова. Лужкова, неофициальная Москва, это был такой яркий пример. Мне это было интересно. А такого же сейчас в политике уже практически нет. Сейчас могут быть яркие фрики, условно говоря, в стенах Госдумы, но это другое, это яркость фрика, которая делает себя сам. А вот ничего подобного неофициальной Москвы, я напомню, для наших слушателей это был довольно забавный антилужковский проект, где-то в 98-99-99 годы, грубо говоря, поддержка Кириенко на мэрских выборах. Вот, и там нашему гостю удалось подобрать какое-то такое безумное количество ярких профессионалов, поэтов, художников, политтехнологов и так далее. Я до сих пор встречаю людей, которые говорят, а знаете, вот моя там карьера или моя самая началась вот с 99-го, вот с неофициальной Москвы. То есть как бы мы собрали тогда, ну это уникальная ситуация, потому что, дело в том, что Лужковский все-таки вот этот стиль официоз, да, он был настолько, ну как бы отталкивающий, что удалось легко собрать очень много интересных людей просто вот на этом. — Кстати, после чего, прошу заметить, Лужковский стиль стал гораздо более отталкивающим на выходе, то есть победить не удалось. А вот когда мы вспоминаем ужасы Лужковщины, то по большому счету мы же говорим не о 90-х, мы же говорим, наверное, все-таки о нулевых. — То есть он закалился в этих боях? — Ну вот самое все-таки чудовищное — это то, что произошло с Манежкой. Вот давай сейчас... — Пожар в Манеже? — Нет. — Или вот это самое... — То, что они превратили... — Подземное? — Подземное, да. Ведь они же изменили, подняв на один этаж целую площадь, они изменили вид Москвы. — Они всю дорогу меняли, вид Москвы... — Нет, но это вот, понимаете, самая историческая часть. Вид на Манеж, вид на Кремль, вид на Александрский сад, в обратную сторону, на МГУ, и так далее, и так далее. То есть они, как бы, получается, с одной стороны, вроде не разрушили исторические памятники, но на самом деле разрушили. Потому что все было построено, исходя из другой площади. — Понимаю. Построен, правда, был еще когда-нибудь гостиниц в Москве, например, в каком виде. Я вообще тут ядовито хочу напомнить нашему гостю, что года полтора назад он мне говорил, что Питер в нынешнем виде вообще уже свои функции отыграл, и поэтому его нужно перестраивать полностью. Было такое? — Нет, я говорил, что Питер нельзя превращать в город-музей. Дело в том, что... Это разное. Дело в том, что город-пятимиллионник не может быть городом-музеем. — А Мадрид? — Он не город. Это живой город, столичный еще тем более, там власть находится. Я имею в виду, город-музей — это когда вся модель развития города построена только на туристическом бизнесе. И, собственно говоря, жители города превращаются в таксистов, работников отелей и так далее, и так далее. То есть это не модель... То есть Питеру надо как раз наоборот, я говорил, что надо развираться, и должна быть, ну, экспансия, расширение города. Это ни в коем случае не надо историческую часть, я такого не мог говорить. — Значит, я, как обычно, что-то перепутал, у меня это бывает. Вернемся к теме Москвы. Есть вопрос, который я, при возможности, задаю всем поголовно, а тут он, в общем-то, совершенно нормально ложится в ткань нашей беседы. Итак, вот есть Москва, есть и ландшафт, есть попытка изменить, есть и урбанистическая тема. Вот в этой связи у меня вопрос. — Насколько хороша была идея с увеличением Москвы, за счет новой Москвы, большой Москвы, если угодно, и, по твоим ощущениям, насколько она была и насколько она будет? Потому что, честно говоря, у меня такое ощущение, что все пришли к выводу, что это чисто медведевский проект. Ведомства, думы, там, я уже не знаю, силовые ведомства и так далее сказали большое спасибо, мы, пожалуй, туда не поедем. И сейчас об этом вообще постараются не вспоминать, поскольку понятно, что в данном случае переселение в ведомство было бы локомотивом. Если сюда никто не собирается переселять из госструктур, туда не поедет бизнес, и в лучшем случае мы получим чуть расширенную, условно говоря, коттеджную зону. — Значит, это очень плохая идея. — Изначально или то, что получилось? — Изначально. — То, что получается. Почему? — Изначально... — Москва же задыхается. — Вот смотри, что значит Москва задыхается? Вот представь себе, у тебя есть страна, которая истощается, и Москва, которая ожиряет, которая как бы... — Только она мрет от ожирения уже, складки свисают со всех частей тела. — И когда ты увеличиваешь Москву, ты поддаешься этой тенденции. Типа, мы расширили вот этот резервуар, куда вы можете уезжать из своих регионов. Мы будем еще строить. То есть вместо того, чтобы наоборот ломать тенденцию, надо делать интересную, интенсивную жизнь там в этой же, в Твери, в Калуге, вот, ну хотя бы в ближнем круге Москвы, вместо этого создается еще дополнительное место для того, чтобы люди убегали из своих городов. Дело в том, что не будет, то есть децентрализация Москвы в той границах, в тех границах Москвы, которые сейчас есть, могла быть великолепной. — Например? Каким образом? Ну что, вот, грубо говоря, просто снести вот эти вот, я забыл, как это называется, вокзальные дворы и на их месте устроить промежуточные центры, это, конечно, хорошо, но недостаточно. У нас же вот эта радиально-кольцевая структура, которая, если я правильно понимаю, уже потихонечку во всех крупных городах мира отмирает, нет? — Значит, да, безусловно, трапециедальная сейчас как бы основная. — Ну да, да, или хотя бы двухцентровая. А у нас ли четкое совершенно такое? — Нет, у нас должно было быть, как минимум, так как Москва, как минимум четыре центра. — И причем не Дитан, как в Париже, условно говоря, вынесено за пределы города? — Нет, почему? Именно так. Вот в Химки надо было что-то вынести. — А почему в Химки можно, а в Троицк нельзя? — Почему? — А Троицк — ага. — Я тебе говорю еще раз, что ты не увеличиваешь. Вот у тебя есть вот рамки вот этого Москвы, куда все стремились еще в советское время и так далее. — Ну и Москва, собственно, увеличилась в 50-е, 70-е? — Да, она увеличилась с 37-го года. Вот. И это не значит, что это хорошо. То есть сейчас вот эти процессы как бы сверхцентрализации, они получают новый импульс. Это, смотри, значит, новый строительный бум в Москве, а не где-то. — Но в Москве земли нет, а в новой Москве уже как раз-таки есть. — А в новой Москве уже есть как бы где строить. — И весьма, там же 2,5 раза больше. — То есть я считаю, что это... То есть вот я тебе приведу один пример. Я, значит, этим летом там по приглашению очень крупного архитектора был в Берлине и работал вместе с ним над концепцией. И когда они участвовали в конкурсе, там есть вот этот в центре города аэропорт, который 5 лет уже как не аэропорт. И город думает о том, что с этим делать. В центре города огромная площадь, как бы поле и здание еще там гитлеровское, замечательное, 150 тысяч квадратных метров. — Прошу заметить, что в прямом эфире Гельман также похвалил Гитлера. — Прошу прощения, продолжайте, пожалуйста, Александр Андреевич. — Да, и очень интересно, то есть они все понимают, что если начинать там жизнь строить, то ты эту жизнь где-то заберешь. Эта жизнь уйдет из других районов Берлина. Люди перемещают, то есть это не новые люди, да, это какая-то... То есть ты должен очень ответственно относиться к тому, что ты, создавая такую еще по площади как бы огромную штуку, ты просто соблазняешь людей еще, даешь им возможность... Сейчас им трудно, может быть, некоторым. Значит, в 2008 году из Перми хотело уехать 60% людей от 18 до 30 лет. — Какая прелесть. — 60%. — Я услышал. — Вот. Это значит, что они не уехало 60, потому что не у всех есть возможность. — Не, ну, как правило, те, кто говорят, что уезжают, и те, которые реально уезжают, или хотя близкие к этому, совсем разные цифры. — Это разные цифры, но когда ты создаешь вот такую возможность переехать, когда ты создаешь еще раз возможность инвестировать не там, а здесь, а сколько людей, которые живут, вроде бы работают там, условно говоря, в Перми, в Уфе, в Казани, а инвестируют в Подмосковье, а теперь у них еще будет возможность инвестировать в Москве. То есть это, ну, с моей точки зрения, это решение непродуманное. Оно действительно сверхполитическое. — Оно политическое, хотя у него были градостроительные обоснования, и они, в общем-то, тоже достаточно... — Я тебе могу сказать так, что гораздо логичнее было создать, ну, просто объединить Москву и Подмосковье. То есть, и это было бы грамотнее... — Это политически очень сложно. — Да, но это политически, они просто боялись, что это будет третий человек в стране. — Естественно, это об объединении говорили, по крайней мере, Лужковские, если я ничего не путаю, как бы не с середины 90-х. Надо объединять, надо объединять, по одну сторону, когда одни правила градостроительные, по другу и другие. Получается, какая-то полная ерунда. — Вот, и, ну, можно было не объединять, можно было сделать такую систему... — Столично-федеральный округ тоже обсуждался наряду с центральным федеральным округом. — Возможно, вот так как в Италии, там трехзвенная, там есть Милан, провинция Милан, и дальше идет еще вот, ну, условно говоря, то, что у нас является областью. То есть, можно как бы... Ну, они действительно политически это делать боялись. Вот, ну, вот такое вот решение. Значит, ну, вот непродуманное решение. Я думаю, что либо будет замечательно, если это решение будет нереализовано. — Задвину туда же, куда условные нулевые промилле, зимнее время и так далее. — Да. — Вот, но тогда возникает контр-вопрос. Если мы не можем разгрузить, децентрализовать Москву на микроуровне, то есть, грубо говоря, за пределы Московской кольцевой автодороги, как же мы вообще можем дерзнуть, предположить о возможности, что те же самые мы, ну, естественно, условные мы, можем осуществить децентрализацию на уровне всей страны. Это же гораздо сложнее. — Вот смотри, тот же самый принцип для Москвы, что и для страны. Не из центров регионы, а создание многих центров. Опять же, я обезвини, я просто в Берлин так, как и много. Значит, в Берлине бицирки, районы Берлина соревнуются между собой. — Социалистическое соревнование, передовой район. — То есть, они реальные конкуренты. И нет такого, что кто-то где-то сверху решил, вот здесь будет художественный кластер, здесь будет научный кластер. Они пытаются, каждый вырвать себе хочет. — Так, стоп, немедленно вопрос. Вот твоя теория, которую ты опять-таки излагал. Идея, прошу прощения. Страна как организм, руки, ноги, глаза и те города, которые найдут какой орган страны, они собой представляют, имеют будущее. А мы имеем на сегодняшний день Москву, которая, то есть, в результате вся страна, это такой забавный организм. Макроцефал с огромной головой, огромным ртом, который жрет и с огромным, ну, понятно. — Ну, пока не организм. Я считаю, что пока, в общем-то, страна, это некое такое, как бы, сельхозяйственное угодье, с которых Москва, как субъект... — Стрижет некоторую травку ренту. — Стрижет свою травку ренту, да. — И поскольку этот момент уже чисто экономический, к тому же, подкрепленный понятными политическими моментами, бороться с этим, судя по всему, невозможно. — Нет, я не считаю... То есть, у меня нет фатализма, невозможно. — А если да, то как? Или это нужно быть какая-то совершенно другая модель? Как на эту модель тогда переходить? — Начинаем надо с людей. То есть, вот, что такое децентрализация, да? Мы, значит, то есть, вот должна быть выстроена некая мотивация... То есть, вот мы подсчитывали для того... В каждый регион нужно, там, порядка 20 человек. — Пятая колонна. — Да, да. Ну, или пятитысячники, или народники, и так далее, и так далее. — Я хочу чего пообиднее. — Вот. То есть, есть какие-то такие очень важные позиции. То есть, в первую очередь, регионы должны, или города, должны проявить себя. То, что я говорил, что в Твери должен быть издательский кластер, потому что там логически... — И логистически. — Логистически. Там надо это строить. То есть, для каждого надо... Для каждого претендента. Причем, даже будет замечательно, если на какой-то кластер будет претендовать два города, будет какое-то соревнование. — Соревнование будет, но при этом решение будет все равно приниматься наверху. Другое вопрос, что решение под децентрализацией. Вот можем ли мы реально создать министерство под децентрализацией? То есть, понятно, что для этих целей может там выделить кого-то в Минкульсе, в Минрегионе, в той же комиссии под децентрализацией, которую вроде как еще не закрыли. — Ты знаешь, мне кажется, что надо... То есть, что может сделать центр? Центр может сделать образец. — То есть, это не тот случай, что центр должен не мешать. Центр должен очень... На этой стадии явно должен уменьшить, вектор задавать. — Да, то есть, например, образец. То есть, выбрать три региона, для которых определенную функцию, и действительно стимулировать начало процесса. Я вот сейчас, когда открывал выставку ICONS в Санкт-Петербурге, мы обсуждали о том, что вот эта функция окна в Европу — это единственный шанс для Петербурга. Ведь у нас, получается так, у нас каждый растущие города со своей там какой-то экономикой, какой-то культурой пытаются выйти на коммуникацию с миром. У них нету для этого возможности. — А у Питера карты в руки. — А у Питера карты в руки. Огромный поток мира. Я говорю, что сделаем? Представьте себе прикультурное представительство Уфы, культурное представительство Казани, Перми, который в Питере происходит взаимодействие с миром. То есть с этого начать, потом можно хоть МИД переносить. Но если мы говорим о том, что всё равно Санкт-Петербург единственный европейски созданный город в России, давайте там сделаем всё, что связано, сделать интерфейс между страной. То есть не ту систему МИД, в смысле как точку, а наоборот широкий интерфейс, через который художник из Красноярска взаимодействует, я не знаю, с галереей в Париже. Галерей в Парижске, который всё равно приезжает в Питер и никогда не подумает в Красноярск, увидел эти его работы там в этом культурном представительстве. — То есть, грубо говоря, нам удалось, вот вам точнее, удалось выдернуть людей в Пермь, но это только потому, что, грубо говоря, я бывший галерист со связями по всему миру, а в целом в условную Пермь, в условную Уфу выдернуть никого не удастся, а удастся только в том случае, если, ну не только в том, но если, допустим, будет именно некий перевалочный пункт, терминал в лице того же Питера. — Терминал, например, да. То есть ты задаёшь эту функцию, и эта функция начинает развивать город и одновременно даёт ответ на очень важный вопрос. Зачем Санкт-Петербург, Казани, Уфе, Красноярску? — Так, огромное спасибо. На этой неожиданно оптимистической ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу «Искусство возможности». С вами был Сергей Ильин, а у нас в гостях был Марат Гельман. До встречи через неделю.